МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время начала экскурсии с 18.30 до 19.30. Интервал захода групп каждые 15 минут. Предварительная регистрация не требуется. Вход со стороны фонтана – одуванчик. Вечерние экскурсии проходят в рамках проекта «Сенсорный сад» Пермского ботанического сада. Благотворительные взносы будут отправлены на строительство тактильной ботанической экспозиции. На выходных у всех любителей живой природы праздник нас приглашают на акцию «Собака-обнимака», где можно будет поучаствовать в фотосессии с роскошными хасками, самоедами, лабрадорами и другими невероятными собаками за символический благотворительный взнос. На праздники нас ждут уникальные сувениры от приюта «Матроскин», созданные специально «Собаки-обнимаки», сумки, термокружки и многое другое, лимонады, вегетарианские бургеры, сладости и море веселья. После мероприятия все снимки с фотосессии будут опубликованы в специальном альбоме. В Пермской художественной галерее открылась выставка «Магия старинного театра». В основе экспозиции предметы из фондов музея-усадьбы Останкина все вместе они дают представление о театре периода расцвета этого искусства в России 18-19 века. Останкинский дворец – подлинная жемчужина русского искусства, где в единении находится театральное помещение со сценой, зрительным залом, гримировочными комнатами, архитектура, скульптура, живопись, графика и декоративное искусство. Московский дворец был выстроен по замыслу и заказу графа Николая Петровича Шереметьева, одного из самых знатных и богатых людей своего времени. Шереметьев был страстно увлечен театром, у него была великолепная труппа крепостных актеров, поэтому сердцем летней резиденции стал театр с уникальной театральной машинерией. Посетители смогут увидеть действующий макет машины грома 18 века, подлинные светильники, использовавшиеся в театре Останкина, одном из передовых по оснащению своего времени. Особого внимания заслуживает бутафория – это шлемы, и каски, и стрелы, и лук конца 18 века, а также коллекция аксессуаров начала 20 века, принадлежавшая певице Надежде Даниловне Бельской. В афише пермских кинотеатров семейная комедия от французского режиссера Антуана Блосье. «Приключения Рэми» о маленьком сироте Рэми. В 10-летнем возрасте он попадает к пожилому братячему артисту и отправляется в захватывающее путешествие по Франции 19 века. Рэми учится зарабатывать на хлеб пением, заводит дружбу с верными спутниками животными, а также раскрывает тайну своего происхождения. Еще один фильм, заслуживающий нашего внимания – «Мертвые не умирают» от Джимми Джармуша. В маленьком американском городке что-то пошло не так. День наступает ночью, домашние животные убегают в лес, а радио играет одна и та же песня. Ученые, как обычно, не могут ничего толком объяснить, хотя даже обывателю давно понятно, что это предвестники зомби-апокалипсиса и жители города как никогда готовы побороться за свою жизнь. Гениальный фильм, который очень советую мне пропустить. «Паразиты» от южнокорейского режиссера Бон Джун Хо. Фильм – победитель Каннского кинофестиваля. У семьи Кит Хэка мрачные перспективы, все четверо – безработные. Ситуация меняется, когда старшему сыну, Ки У, друг, рекомендует заменить его на высокооплачиваемой подработке репетитора, кто с помощью сестры делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный особняк бизнесмена мистера Пака. Произведя хорошее впечатление, Ки У узнает еще об одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры. Сюжет, на первый взгляд, не так, чтобы захватывающий, но сам фильм – это лучшее из того, что мы видели за последние несколько лет. Не упускайте возможности провести свои выходные увлекательно, иначе будни нам этого не простят.